Привет, друзья! Судьба маршала Скомарохова. Вот смотрите, когда я его спросил, а он директор Монинской академии был, начальник, значит, дважды герой Советского Союза, когда я его спросил, как вы получили первую звезду, он говорит, хвост у истребителя отрубило, я падал. Я, говорит, и Лероны поднял на крыльях и сделал вот такое движдействие самолётом, а потом опять падал, потом опять поднял и Лероны и опять сделал. И вот так прямо на нос и встал. И мне дали тогда первую звезду. Ну хорошо, вторую звезду ещё потом он получил. Потом я его спрашиваю, вы боялись бою? Он в этот момент, видимо, вспомнил, как он за штурвалом сидит, и у него глаза раз, 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 раз. И я увидел, что у него прекрасная координация. Он мне говорит, нет, я не боялся. Когда знаешь машину хорошо, то уже не боишься. А потом я, когда читал его книжку, я понял, что у него предки были с комарохами. То есть у них была прекрасная координация. Видимо, поэтому он и был таким ручником. У него книга называлась «Боем живёт истребитель». А вот смотрите, какая судьба. Я с ним дружил, и дружил с его семьёй. И я помню, что меня вёз водитель его на этой чёрной Волге. И он мне говорил так, а здесь мы пойдём вот так. То есть не поедем, а пойдём вот так. То есть он очень-очень аккуратный был водитель. Такой вот суперский водитель. А судьба какая? Маршала Скаморохова. Погиб в автоаварии. Такой лётчик с такой координацией. Потом такой водитель. Погиб в автоаварии. Я не верю в гороскопы. Ни в какие. Но там может быть есть что-то. Вы, может, верите. Кому что там подходит. Он то и читает. Взгляд у нас такой. Там же написаны и плюсы, и минусы у каждого там в гороскопе. Ну вот смотрите, у меня друг был в звёздном городке, который как раз таки меня сближал со всеми. Геннадий Михайлович Колесников, мой друг, очень большой друг, полковник. Он потом в этой Мунинской академии работал. И вот интересно, интересно, что как-то мы стоим с ним разговариваем. И тут два офицера проходят, а мы с ним разговариваем оживлённо. Они проходят, а он поворачивается и говорит, вот видишь, уже не здороваются. А у него в гороскопе написано крыса. Вот интересно, правда? Я вот не знаю, кто верит в гороскопы, кто нет. Я в них не верю. Потому что у меня, допустим, день рождения 4 марта, год 51, а там написано трижды кот. Ну что значит трижды кот? Потом читаю, падающие всегда на свои лапы. Я не верю в гороскопы, потому что там ещё написано, что у меня мудрость, доведённая до ясновидения. Ну была бы у меня такая мудрость, да сколько бы глупостей разве я делал. Ну конечно. Но это дело каждого. Как находить какие связи, чтобы какая-то определённость была. Ходить гадалком, гадать на кофейной гуще, раскладывать пассиансы. Наверное, когда человек попадает в неопределённость, ему нужна какая-то психологическая поддержка. Может быть так. Напишите, пожалуйста, как вы думаете по этому поводу. Спасибо. Спасибо.